Это новое, вы не волнуетесь. Все, все, все понятно. Вот видите, женщины приносят, вот получается. Это все будет потом ассортировано по коробкам и все передано. С миру по нитке. Гуманитарную помощь для пострадавших в Иркутской области собирают тоннами. Людей просят нести самое необходимое – постельное белье, средства гигиены и продукты с большим сроком годности. Неравнодушных много, ведь чужой беды не бывает. Люди оказались в такой тяжелой ситуации жизненной. Конечно, надо помочь. Нам это абсолютно ничего. Мы то есть от души это все делаем. Я принесла вещи, обувь и ложки. Иркутской области сейчас помогает вся страна. Проливные дожди в регионе привели к самому разрушительному за 20 лет наводнению. От удара стихии пострадали 96 населенных пунктов и почти 10 тысяч домов. Известно о 18 погибших. Почти столько же числятся пропавшими без вести. Свердловские чиновники готовы помочь пострадавшим деньгами из собственного кармана. Так глава Серова Василий Сизиков решил отдать часть своей зарплаты и попросил коллег сделать то же самое. Иркутян Урал понимает, как никто другой. Я обратился сегодня действительно на расширенном совещании со своим коллегом абсолютно с просьбой вспомнить 93-й год, вспомнить в каком состоянии были мы, в каком состоянии были горожане и как нам помогали. Чтобы тоже они это вспомнили и внесли свой добровольный, посильный вклад. Тогда в 93-м под воду ушел весь север области. В наводнении пострадали 6,5 тысяч человек. 15 погибли. Смотрите, это вымывает все. Видим первое достаточно подробное сообщение. Катастрофическое наводнение, то есть сразу ставится диагноз этого страшного события. Заголовки говорят сами о себе. После воды, как после войны. Все это, в общем-то, близко и напоминает совсем недавние события в Иркутске. Судя по публикациям в газетах, как и в Иркутской области, наводнение случилось после сильных дождей. Они спровоцировали сход воды с отрогов гор и ее подъем в водохранилищах, чего не выдержала дамба. То же самое произошло и в городе Тулун. Там прорвало две защитные дамбы. Не исключено, что за состоянием плотины должным образом не следили. Это покажет проверка. Впрочем, сейчас важнее оказать помощь нуждающимся. Главное, чтобы деньги не ушли в карманы мошенников, которые уже наживаются на горе иркутян. Деньги перечисляются на региональный счет Российского Красного Креста с пометкой «Пострадавшим от наводнения в Иркутской области». Все деньги будут переданы, кстати, в Иркутское местное отделение, которое там будет заниматься распределением между жителями. Вещи просят приносить с утра до вечера в офисы Красного Креста. Сбор будет организован в течение месяца. Юлия Анашкина, Иван Быков. Главные новости Екатеринбурга.